Дорогие друзья, я рада приветствовать всех, кто пришел. После пламенного киртона мы перейдем к разговорному жанру. Время немножко поджимает, поэтому перейдем сегодня к теме нашего разговора. Это сегодня будет рубрика «Святые искон». И поговорим мы о Гопе Паранадане Прабу, которого вы видите на экране. Я сегодня думала, как же начать эту лекцию, с какого такого вступительного слова, чтобы эту тему актуализировать максимально. Почему мы должны периодически вспоминать о святых. И мне пришел ответ совершенно неожиданно. Сегодня на лекции Багаватам утренней один из Прабу спросил лектора. Он спросил, ну вот вы говорите, ништха там, еще какие-то стадии бхакти. А где мне вживую увидеть этого человека, который обладает ништхой? Классно. Вот это было то, что нужно сказать вначале. Мы на беседах, когда мы говорим о святых искон, это как раз и есть чей-то опыт, реальный опыт достижения успеха в духовной жизни. В каждом деле нужен нам какой-то ориентир. Когда мы хотим достичь успеха в спорте, то мы, конечно же, изучаем, узнаем что-то о великих спортсменах. В любом деле, вот точно так же и в духовной практике нам нужен ориентир. И таким ориентиром являются люди, прекрасным ориентиром, которые, во-первых, жили в наше время, практически в наше время, 1950-е, 2011 годы жизни. Потом этот человек не родился в Индии, в традиционной ведической культуре. Он родился в Америке. И, наконец, он не был саньяси, он был греховской. И, тем не менее, его жизнь увенчалась успехом. Итак, приступим. Значит, чем знаменит и известен и почитаем Гопи Пранадана Прабу? Во-первых, он завершил монументальный труд Шрилы Прабупады, который называется «Перевод и комментарии к Шримад Бхагаватам». Известно, что Шрила Прабупада ушел от нас, из этого мира, в 1977 году. И на этот момент Бхагаватам оставался переведенным вплоть до 10-й песни 13-й главы. То есть Господь Брама похищает мальчиков и телят. Еще 77 глав 10-й песни, а также 11-я и 12-я песни оставались непереведенными. И вот потом еще, да, и вот 11-е, 12-е, но мы сегодня имеем все песни в своем распоряжении, причем идеально переведенные в духе Шрилы Прабупады и прокомментированные. Вот это заслуга Гопи Пранаданы Прабу, а также Хридайнанды Махараджи, который руководил этим проектом, но главным санскритологом, экспертом по санскриту был Гопи Пранадана Прабу. Гопи Пранадана Прабу известен также тем, что он основал школу санскрита на Говардане. В этой школе санскрита готовились переводчики и редакторы для BBT. BBT – это вайшнавское трансцендентное издательство книг. Кроме того, известно также, что Гопи Пранадана Прабу владел, пардон, 11 языками, 11 языков знал. Среди них это английский, французский, он знал русский, потом тайский, китайский, японский, хинди, бенгали, еще пару-тройку индийских языков, ну и, конечно же, санскрит. И при таких вот успехах и при таких возможностях интеллектуальных, знаете, человек, который очень-очень высокоинтеллектуально взлетел, он, как правило, обладает чувством собственного превосходства. А у Гопи Пранаданы Прабу было еще одно феноменальное качество. Он невероятно был смиренным и мягким, кротким, вот вайшнавская черта. Кроме всего прочего, очень важно обратить внимание на то, что он жил 14 лет у подножия холма Гвардана, в поселке Гвардан. На Гвардане, как известно, вайшнавы не живут, они живут у его подножия. И вот он жил там 14 лет, последних лет своей жизни, и оттуда же ушел в духовный мир. Ну, по крайней мере, все признаки к тому есть. И интересно, что святая дама — это вообще такое место, где, как правило, люди с Запада, ну, это им трудно там прижиться по разным причинам. Они не могут там долго быть. И это как бы мистический такой процесс, дама как бы отталкивает тех, кто чужой. А здесь получилось так, что он жил 14 лет у холма Гвардана. И интересно, что вы, наверное, кто был в Индии, видели, как возле Гвардана такая есть парикрамная дорога, а вдоль нее стоят такие пирамидки из небольших камушков сложенные. Это строят преданные вайшнавы, которые обходят парикраму, ну, приезжие, и они оставляют такую памятку о себе в знак того, что они хотят в следующей жизни поселиться у холма Гвардана, либо в земном Гвардане, либо в небесном. Такая примета вайшнавского. Видите, а Гопи Парнадана Прабу без пирамидок, вот прямым ходом поселился на Гвардане, это тоже очень важно. Это как бы маленькое вступление. Ну, а теперь начинаем. Гопи Парнадана Прабу родился в 1950 году в Нью-Йорке. У него были, конечно, феноменальные лингвистические способности, и он окончил Колумбийский университет со степенью бакалавр лингвистики. Вот. И, ну, я уже сказала, что он знал 11 языков. К сознанию Кришны, значит, первый раз он увидел преданных в 1966 году, это ему было 16. Он увидел, ну, понравились ему ребята, что сказать, веселые, добрые, доброжелательные. Это была Харинама, одна из первых правхупадовских Харинам. Но он подумал, да нет, ну, понятно, но я как-то себя не вижу в этом. Ну и все. Через несколько лет, в 1922 году, он уже был соискателем места в храме Нью-Йорка, потому что в то время в храм Нью-Йорка, чтобы в нем жить в Ашраме, было очень трудно попасть. Около ста человек уже жило там в то время. Ну, такой был бум в сознании Кришны. И он какое-то время ждал. Но когда преданные узнали, что он такой знаток языков, что он такой важный человек, талантливый и нужный в данном служении, его тут же приняли и зачислили редактором английского. А ему очень хотелось изучать санскрит. И сказали, нет, на санскрит ограничено, не надо нам раздувать там особо штаты. А вот английский, да. И тогда он начал изучать санскрит самостоятельно. Ну, у него был дар к лингвистике, это так. И когда Шила Прабупада, ну, заметил его результаты, то его тоже приняли в группу санскритологов. И с 1973 года он уже был сотрудником BBT, трансцендентного издания вишнавских книг. Ну, и изучение санскрита он продолжил практически уже под руководством Шилы Прабупады. И, значит, первую инициацию он получил в 1973 году у Шилы Прабупады, и в 1975 уже вторую. Итак, санскрит. Немножко о санскрите. Санскрит язык и на вид непростой, и на самом деле тоже очень сложный. Когда мы изучаем санскритские тексты, мы натыкаемся на какие-то длиннющие слова. Потом одно и то же слово в разных контекстах может иметь разные значения. Вот, например, атма душа, атма тело, атма сознание и, может быть, еще какие-то значения. Кроме того, есть слова с огромным количеством синонимов. Вот, например, слово «вода». Это мне рассказывала Матеджи, которая изучала санскрит. У слова «вода» 70 синонимов. У слова «любовь» 200 синонимов. У нас в украинском только два. «Любовь та коханья». Итак, мне показалось, думаю, боже мой, санскрит, зачем такие сложности? Ведь все гениальное просто, да, на первый взгляд. Но гениальное просто, но просто, наверное, не для нас, а для тех, кто этим языком живет и говорит. А санскрит – это язык духовного мира. А в духовном мире все служит для чего? Для Игорь Кришны. И санскрит, слова, тоже служат для Игорь Кришны. Даю пример. Значит, в «Нектаре преданности» стих из-под дьяволи, в котором приведена беседа между Кришной и Радарани. Однажды утром, когда Кришна пришел к Радарани, Радха спросила у него. «Дорогой Кешева, где сейчас твоя васа?» Санскритское слово «васа» имеет три значения. Одно из них – место жительства, второе – аромат, и третье – одеяние. Это вот «бахирваса», наверное, знакомое слово. И Рада, конечно же, имела в виду, где твоя накидка. Он пришел под утро, он пришел какой-то стревоженный, неспокойный. Ну, в общем, она спросила, и почему-то накидки верхней на нем не было. И она спросила, где твоя накидка, где твоя верхняя одежда? Но Кришна воспользовался значением «место жительства» и ответил. «О, красавица, пленившая меня, сейчас я живу, живу, в твоих прекрасных глазах». Радха улыбнул и сказал, «О, кал юноша, я не спрашивала тебя, где ты живешь». Тогда, имея в виду значение «аромат», Кришна ответил, «О, счастливейшая женщина, я слышу лишь аромат твоего прекрасного тела». Короче говоря, Кришна выкрутился из ситуации, и Радха повеселилась над ним. Вот так служит санскрит в духовном мире. Еще один пример. Диалог Господа Варахадевы и демона Хираньякши. Третья песня, 18 глава. Демон Хираньякша ходил по вселенной и искал, с кем бы ему сразиться. И, наконец, он увидел Господа в облике Вепря, в облике Варахадева, который шел ему навстречу. И тогда Хираньякша заорал на всю вселенную. «Эй ты, земноводная тварь!» Нормально, да? Ванагочарам ригах. Ну вот у слов этих оказалось двойное значение. Значит, слово Ванагочара, это Шрила Прабхупада объясняет в комментарии. Слово Ванагочара можно объяснить как возлежащий на водах. А ригах – это тот, кого ищут великие святые мудрецы. Понятно? То есть демон хотел обругать Кришну, но получилось. В это время богиня Бракасноречия заменила в его лексиконе эти слова на двусмысленные слова. И получилось. О, возлежащий на водах, вот тот, кого воспевают мудрецы. Одним словом вместо того, что хотел обругать, но прославил. Гоби Паранадана Прабхуп говорил такие слова. Он говорил, что переводить книги Госвами, труды Госвами, может только тот, кто сам является Госвами. Это он не имел в виду. Тут внимание и величие. Здесь говорится о другом. Здесь говорится о том, что санскрит, духовные произведения, может переводить только тот, кто обладает духовным видением. Если просто механически переводить санскрит, нас это заведет не туда. И смысл мы потеряем. Кроме Шримадбхагаватама, как я уже сказала, Коби Паранадана Прабхуп также перевел Нарада Бхакти Сутру, которую тоже начинал переводить Шрила Прабхупада. Он перевел и прокомментировал Брихатбхагаватамриту. Это произведение Санатаны Госвами, XVI век, 3 тома. Здесь будет на слайдах, но тут один показан. Это большой, объемный труд. А также он переводил Джива Госвами, Шатсан Дарбхи. Тоже головоломный, говорят, санскрит, XVI век, очень сложный. Тем не менее, вот такое у него было, такое знание. Теперь перейдем непосредственно к его служению. Коби Паранадана Прабхуп считал смыслом своей всей проповеди, своей деятельности служения Шири Прабхупаде и великому произведению монументальному Шримадбхагаватаму. Если заметить, все его последующие переводы, все его книги после Шримадбхагаватам так или иначе связаны с ним непосредственно. Это либо комментарии, либо продолжение, либо разъяснение. Одним словом они связаны с Бхагаватам. Наизусть знал Гоби Паранадана всю Бхагаватгиту, ну, санскрит, перевод, плюс первая-вторая песни Шримадбхагаватам. Вот такие вот познания. Когда он жил на поселке Говардане, там же это Вриндаван, рядом Радакунда, много живет в саду, который изучает священные писания, многие знали его как великого ученого и приходили к нему с вопросами иногда, за разъяснениями. И спрашивали, вот тут вот разночтение, объясните нам, пожалуйста. И он первое, что говорил в этих случаях, он говорил, хорошо, а давайте посмотрим, что по этому поводу говорит Шрила Прабхупада. Потому что он считал, что это правильный, трансцендентный путь, которому он должен следовать всю жизнь. Вспоминает Аударья Дама, это Тарсунов, знакомый всем Тарсунов. Он был во Вриндаване, и однажды в храме Кришна Баларамы кто-то давал лекцию, начинающий, молодой, преданный. И вдруг он увидел, начинающий, преданный, как начинающий, преданный. Дает обыкновенную такую простую лекцию. И он увидел рядом сидящего с собой, рядом Гопи Паранадаму Прабху, и спросил. Сразу, конечно, он не спросил, они уже были, когда лекция закончилась, он ему задал вопрос. Уважаемый Прабху, а почему вы, ну вы что, все лекции посещаете по Багаватам, любые? А он говорит, да, я посещаю Багаватам, я поклоняюсь Багаватаму. И этот Аударя Дама спросил, что вам все равно, что говорят по этому поводу? Он говорит, да, мне все равно. Главное, я получаю огромное наслаждение, когда цитируют Шрилу Прабхупаду. То есть у всех разные подходы к лекции. Горь Паранадана Прабху очень всегда активно защищал позицию Шрилы Прабхупады. Вы знаете, что у Прабхупады было множество критиков. Его критиковали за то, что он применяет, дает саньяса инициации, там, млечхам яванам. Одним словом было за что критиковать, в том числе критиковали и его произведения. были такие нападки. И однажды духовный брат Шрилы Прабхупады прислал Горь Паранадане Прабхупаду статью одного преданного, где говорилось о том, что Шрила Прабхупада вот дал своим ученикам нарисимха мантру, нарисимха пранаму. А, дескать, эта мантра, она не выражает настроение чистой преданности, она выражает настроение смешанной преданности. То бишь, это не Вриндаванская Бхакти. Вот что он хотел сказать. И тогда Горь Паранадана Прабхупад пишет в ответ, ну не в ответ, а уже публикует свою статью, где говорит о том, что он доказывает на основе философских своих изысканий, он доказывает, что статья основана на шастрахе и на вайшнавской традиции. Это было цитатами доказано. И еще он также написал, что нарисимха Деве поклонялся господь Чайтанья и повторял вот эту вот самую нарисимха пранаму. Другой был тоже камушек в огород Прабхупады, где говорилось о том, что туласи продакшена мантра тоже, дескать, не совсем авторитетна, не наша, поскольку там оттенок кармаканды. И когда мы обходим вокруг туласи и говорим я не канича, попвани брама, хати диканича, то есть грехи свои сжигаем, он сказал, вернее, ответил так, что это не является никакой кармакандой, это доказывает могущество преданного служения, что само по себе преданное служение сжигает грехи. И Шрила Прабхупада дал нам этот вид служения, поклонения туласи, и мы ему следуем. Одним словом, когда Прабхупаду пытались чем-то там критиковать, обвинять, или как-то там, в общем, цеплять его комментарии, он был очень активно, он активно очень защищал. Хотя сам по природе, как говорят, человек был мягкий, и ему было очень трудно сказать нет. Бхакти Гьянагасвами Махарадж вспоминает, они же вместе были работниками BBT, иногда подружески беседовали. И Махарадж улыбается, когда это рассказывает. Он говорит, я часто подходил к нему, брал какой-то текст из Бхагаватама и говорил, а вот смотри, вот тут вот можно, может быть, чуточку-чуточку изменить значение, ну немножечко, ну совсем-совсем, более точно выразится. И говорит, я знал, что он мне ответит. Он поворачивался ко мне и говорил, это поэтическая вольность Шрилы Прабхупады, каждый автор имеет право на поэтическую вольность, все. Ну это понимаете, да, это какая-то мелочь, это не принципиальные какие-то вопросы. Значит, в 2005 году, год Парандана Прабу, основал в поселке Гавардане школу санскрита для того, чтобы готовить редакторов и переводчиков для издательства BBT. Значит, первое вложение он сделал сам в это вот мероприятие, и потом уже она финансировалась там с помощью меценатов и самого BBT издательства. Значит, прежде чем, ну я, конечно же, призывал прийти в эту школу ребят образованных, склонных к лингвистике, ну потому что санскрит – нелегкое дело. И значит, он разослал на вайшнавский форум такое обращение. Зачем становиться университетским ученым, если вы сможете стать ученым в вечной традиции вайшналов? Зачем беспокоиться о своем будущем, если вы можете служить главным устремлением сердца Шилы Прабупады? Почему бы вам не подумать о том, чтобы присоединиться к новой динамичной школе BBT Шримад Бхагаватам в виде Питхам, расположенной в любимом месте Кришны Шри Говардане? Значит, смотрите, даже школу свою он назвал Шримад Бхагаватам в виде Питхам. Питх – это пьедестал, место поклонения. Вот это место поклонения Шримад Бхагаватам. Так он назвал свою школу. Тоже не случайно. И пришли туда очень многие ребята и замечательные вышли проповедники. Я знаю, например, Мадан Мохан Прабу, Саругья Прабу. Ну, я, может быть, не всех знаю. Очень замечательные вышли проповедники из этой школы. Рассказывает Мадан Мохан Прабу. Санскритские уроки были устроены следующим образом. Мы проходили комментарии. Ну, брался какой-то отрезок Бхагаватама. И проходили мы комментарии Шидары Свами. Разбирали каждое слово. Затем, к тому же отрывку, комментарии Дживы Гасвами, к примеру. Тоже каждое слово. Баладе вы в виде обушаны. Каждое слово. И, наконец, Шилы Прабупады. И сами для себя делали открытие, что 70-80% в книгах и в их книгах, вернее, в книгах Прабупады, в его комментариях, это выводы предыдущих ачарьев. Это доказывает безошибочно, стопроцентно доказывает преемственность, авторитетность переводов Шилы Прабупады, что они базируются на твердой вайшнавской традиции. Сейчас еще приведу эпизод. Гопи Парандана Прабу, конечно, он был самородок, он был феноменальный лингвист. Но как-то среди академических ученых, естественно, он не был известен. И вот однажды его ученики организовали круглый стол в Москве. Это было в Институте Востоковедения. Институт Востоковедения — это там, где Шила Прабупада, Российская академия наук, это там, где Шила Прабупада встречался с профессором Котовским. В свое время. И вот здесь был организован круглый стол для санскритологов. Они собрались, и вот здесь есть свидетельское такое описание. Ученик рассказывает, на кассетной записи этого круглого стола можно было слышать шум, гам, которые обычно сопутствуют собранию ученых, не очень охотно считающихся с мнением коллег, а тем более не коллег. Ну, естественно, Гопи Паранадана Прабу не был для них коллег. Они думали, это какой-то доморощенный санскритолог. Так, ну вот, раздался тихий голос Гопи Паранаданы. И в общем гвалте зародился тщательно скрываемый ажиотаж, то есть они готовились накинуться на него с критикой. Внезапно кришнаитский санскритолог перешел на санскрит и принялся тихо, но уверенно, спокойно, будто спортсмен на разминке, цитировать какой-то длиннющий стих. Стих был явно незнаком индологам, и отстраненная ученая болтовня прекратилась сама собой. Воцарилась мертвая тишина. Звучал лишь голос Гопи Паранаданы, который уже несколько минут к ряду, не прерываясь ни на секунду, наизусть цитировал санскритские тексты древних писаний, как если бы говорил на родном языке. И возникла тут заминочка. И подумали, кто-то знает санскрит лучше нас, а он даже не академик. Более того, он даже не индус. Подобная встреча была. То есть вы понимаете, как это важно, как весомо было его слово, его роль вообще в нашем движении сознания Кришны. Еще один эпизод. Точно такая же встреча была в Санкт-Петербурге организована. И там тоже знаменитые санскритологи. И они уже тут заготовили конкретные претензии к издательству BBT, что, дескать, книги BBT, ну, некорректно переводят санскрит. Вот они смотрят это со своей материалистичной позиции. Это будет, конечно, если переведет материалист санскритское произведение, или духовное, или Ачарья переведет. Это будет совершенно два разных перевода. И таким образом они накинулись и сказали Гопи Парнадани Прабу, вы сказали в глаза, что там переводы некорректные, все так. И вот, говорится, Парнадана Прабу в течение долгого времени выслушивал их замечания. Это напоминало, как в свое время господь Чайтанья терпеливо и долго слушал рассказы Сарабама Батачарья его имперсональную трактовку Веданта Судры. И Мадан Махан пишет, ученик пишет, я сидел и наблюдал, как в процессе дискуссии они меняются местами, ученые и Гопи Парнадану Прабу. Их напор, жар сходили на нет, из них как будто выпускали воздух, а потом они стали просто смотреть на Гопи Парнадану Прабу. А тот спокойно, с огромной убежденностью говорил им, какой вклад внес Шила Прабупада, как за каждым словом Шилы Прабупады стоит целая традиция Парампара. И еще он говорил, что эти книги меняют сердца людей. И вот Мадан Махан говорит, я слушал, смотрел на них и видел, как сердца этих людей менялись на глазах. Когда мы встречаем человека с высоким интеллектом, с большими мозгами, как говорят, то обычно от него веет с чувством собственного превосходства. Гопи Парнадана Прабу был совершенно другим. Вот вспоминает его ученик Кешара Дас, который написал это ему послание уже после его ухода, по горячему следу его ухода. И вот он вспоминает, как он встретил в первый раз Гопи Парнадану Прабу. Он говорит, я ожидал встретить ученого, который будет выглядеть, как профессора из университета, в котором я когда-то учился. Важные, неприступные. Но к моему великому удивлению, вы оказались на них совершенно непохожи. Я предложил вам свои поклоны. И вы предложили их мне. В ответ. Я был поражен, я чувствовал неловкость. На первой встрече я преподнес вам небольшой подарок Дготе из Южной Индии, чем вы были крайне смущены. И это была ваша естественная реакция, которую впоследствии я наблюдал много раз. Дальше рассказывает Прабу Кишора Дас о том, как однажды ученики решили устроить Весапуджу своему духовному учителю, своему учителю санскрита. И они организовали, там украсили алтар, ну и пригласили его. И когда он ушел, вошел туда, он вдруг увидел, что его сейчас будут чествовать. И такая была реакция. «Было очевидно, что мы причиняем вам боль, причиняем боль вашей в смиренной натуре, поклоняясь вам. Ну что нам оставалось делать? Это более чем правильно для нас выказать почтение нашему прославленному Ачаре». Вот когда его поздравляли, вернее прославляли, у него на лице отображалась мука. Вот здесь вы видите на слайдах, какое у него доброе, положительное, улыбчивое, просто прекрасное лицо. Вот когда он радостен, когда он спокоен, ну говорят, что прославление буквально доставляли, ну реально мучение ему. Рассказывали однажды, он приехал в один город на проповедь, вышел из вагона, на поезде приехал. И следные стояли на перроне, ну ученики. И, конечно же, сразу упали, ну не в дон-дова, поклоны предложили своему учителю. И он тут же на перроне, всплеснул руками от неожиданности, тоже предложил им поклон. Вот понимаете, вот такое вот из сердца, такое отношение к людям. Как известно, Гопи Паранадана Прабу был не только выдающимся лингвистом-переводчиком, но также великолепным проповедником. Знаете, что о нем сказал Индрадюм Насвами? Индрадюм Насвами — это его духовный брат, которого все прекрасно знают по его фестивальным турам. И он сказал, когда он узнал, что Гопи Паранадана оставил этот мир, он написал, «Я глубоко о печали, он узнал, что вчера, узнал вчера, что ты внезапно оставил этот мир. Всего несколько недель тому назад мы с тобой были вместе на фестивальном туре в Польше. Я считаю особой милостью, что ты присоединился к нам, и какое-то время мы могли свободно общаться с тобой. Как всегда, с изумлением слушал твои обстоятельные философские утренние лекции по Багаватам и восхищался тем, как ты проповедуешь». Дальше. Слушайте. «Давным-давно я пришел к выводу, что из всех моих духовных братьев ты излагаешь священные писания лучше всех. Я могу слушать тебя часами». То есть его вкусу, наверное, можно доверять. Индра Дюмна с вами. Дальше Индра Дюмна с вами пишет. «Всякий раз, приезжая во Вриндаван, я просил у твоего сына Гаурамахана записи всех лекций, и я переслушивал все лекции, которые ты давал в течение года. Мне будет очень не хватать твоих наставлений, которые так сильно вдохновляли меня распространять повсюду славу святых имен». И дальше Индра Дюмна с вами пишет, что я твои лекции буду слушать до конца своих дней. Проповедь распространялась также на другие регионы. Проповедь Гури Паранадан и Прабу. Раз в две недели он садился на автобус, индийский автобус рейсовый, и ехал в Дели. Что такое индийский автобус? Знает тот, кто побывал в Индии. Рейсовый, обычный автобус, практически машина без ресор, тряская, неудобная, плюс дороги индийские. То есть это была достаточно мучительная поездка. Почему я это говорю? Я хочу сказать сейчас о здоровье Гури Паранадан и Прабу. Он с молодых лет страдал астмой. Что такое астма? Это кашель, внезапные приступы удушья. Причем эти приступы, такой бывает спазм дыхательных путей, что человек может просто умереть от недостатка кислорода, если своевременно не впрыснуть спреем, лекарство соответствующее. И вот с этим своим диагнозом он и жил. Поэтому каждая поездка ему давалась очень тяжело. Говорят, когда он проходил, ему было трудно ходить. Тем более, понимаете, он переводчик, он редактор. Это сидячая работа, постоянно предусматривающая долгое сидение на одном месте, никаких движений, не совсем полезно для тела. Но одним словом, он ходил очень медленно. И когда он заходил в аудиторию, он всегда говорил, я прошу прощения за то, что медленно передвигаюсь. Еще говорят, особенность его лекции была в том, что он знал и Панишады, и Пураны, мог цитировать наизусть. Но они отличались простым языком. То есть его задача была, чтобы его поняли. Говорят, что его ученики рассказывают, что на Джанмаштаме Гавру Пурнима у него были вообще особенные лекции. Он делал несколько вступительных слов. Ну, праздники о его значении. И потом бралась книга. На Джанмаштаме это Кришна Бук. А на Гавру Пурниму читание Чиритамрита. И дальше читалось просто текст Прабупады, вернее, комментарии. И он считал, он был убежден, что комментарии Шилы Прабупады сами по себе наполнены трансцендентным могуществом. То есть не надо, ну, не всегда надо что-то добавлять к этому. У Гоби Паранаданы Прабу было две особо сложных кшетры для проповеди. Кшетра это что? Это пространство, это поле деятельности, скажем так. Так. Одна из них Китай, а вторая Таиланд. Китай служен тем, что там существуют особые ограничения на проповедь религии, религиозную проповедь, любую. И там нужно быть очень осторожным в своих словах, и чтобы не попасть в черный список. Попадаешь в черный список, это очень тогда, ну, осложняет жизнь. Но, тем не менее, Гоби Паранадана Прабу ездил в Китай регулярно. Он брал с собой свою супругу, его супруга Арчи Амурти Дэвида, она и сейчас еще живет на Говардане, проповедует, водит парикрамы, замечательные преданные. Вот, они вместе проповедовали в Китае, и она даже выучила китайский язык. Вот. Что касается Таиланда, то там другая крайность. Это вообще-то такое место, где, куда стремятся все паломники, туристы со всего мира, чтобы, что называется, оторваться, предаться самым мыслимым и немыслимым развлечениям. Это страна, где царит дух наслаждения. И за, как пишет ученик Гоби Паранаданы Прабу, Сарвагья Прабу, говорит, за 30 лет существования искон, там был всего один преданный в Таиланде в этом. И тот соблюдал только наполовину. Вот так понимать. Но, значит, однажды Гоби Паранаданы Прабу организовал такую небольшую экспедицию в этот Таиланд. Он взял с собой троих учеников школы санскрита, и они отправились туда, в том числе и Сарвагья. И вот Сарвагья рассказывает, как это дело проходило. Это было, значит, они приехали в Таиланд, нашли там самый большой университет, 30 тысяч студентов, и они уселись на лужайке воспевать киртан. Вот в духе Прабхупады, вот такая классическая последовательность. Вот какое-то время, ими вообще мало кто интересовался, вечерами они брали книги и выходили на распространение книг. Гоби Паранадана Прабу со своей одышкой, со своим здоровьем тоже шел на санкиртану. Значит, ребята готовили просад, раздавали просад, ну, максимально старались, вложились в это служение. Пробыли они там ровно полтора месяца. Через полтора месяца они уехали оттуда. Ну, а еще говорят, что Гоби Паранадана Прабу, вот буквально он где-то улавливал малейший интерес того, кто распространяет книги, или кто-то подошел, что-то спросил. Он максимально вкладывался в этого человека, рассказывал ему по максимуму все, что можно было. И, смотрите, они побыли там полтора месяца, постарались, сделали все, предложили результаты Кришне, а через полгода в Таиланде, в Таиланде было уже несколько инициированных тайских преданных. Вот такой результат. Интересно, что Гоби Паранадана Прабу, еще одно такое интересное воспоминание, Сарвагья, Сарвагья Прабу, тоже не хочу упускать это, Сарвагья Прабу рассказывает, он был в Индии, вот в Индии, когда кто-то находится, особенно во Вриндаване, там словно в линзу, увеличиваются, как наши недостатки, так и наши положительные стороны. И вот Сарвагья Прабу говорил, что у меня плохо шла джапа, что-то такое вскрылось во мне нежелательное и совсем сухая, неинтересная джапа. Однажды, говорит, я пришел в храм, сел, снова начал повторять Махамандру, Харе Кришна, Харе Кришна, опять все сухо, механистично, и вдруг, говорит, я сижу с закрытыми глазами, и вдруг, говорит, что-то меня изнутри, как все засияло, слова святого имени обрели смысл, обрели какой-то краски. Я, говорит, открываю глаза и вижу, что рядом со мной сидит Гоби Паранадана Прабу. Говорит, то, что я ощутил, это, говорит, было отраженным его ощущением. И, говорит, если я ощутил такое яркое, незабываемое, то, говорит, я же представляю, что он ощущал при этом. Вот такая небольшая деталька. Теперь житейские наблюдения учеников. Ученики жили рядом с ним, на Говардане, вернее, у подножия его. Значит, у Гоби Паранаданы Прабу была семья, жена Арчамурти Девидася, о которой я сказала, и сын Говар Мохан. У них было 10 коров. Представляете? Вначале, вообще-то, их было две. Но потом одна прибилась, другую отдали. Какая-то отелилась. Короче говоря, число дошло до 10. Жил Гоби Паранадана Прабу в очень простом, скромном, обычном таком Говархановском домике, как все живут, где зимой холодно, летом невыносимо жарко. Свет с отключениями, вода по часам. Плюс хозяйство, коровы. Нужно сказать, что ему в ведении хозяйства в семье помогал один из Раджаваси. Он очень проникся к ним большим уважением, помогал им ходить, ухаживать по хозяйству за животными и так далее. Но так или иначе, Гоби Паранадане Прабу все равно приходилось... Понимаете, как? Если у человека аллергия, астма, то вот этот запах сена, которая заготавливалась, уже является страшным аллергеном. И ученики, для того, чтобы немножко улучшить как-то состояние здоровья, Гоби Паранадане Прабу, они сняли для него комнатку где-то подальше немножко от аллергических этих факторов. Ну, в общем, и так вот служили. Гоби Паранадане Прабу всегда... Ну, вообще он всегда выкладывался в своем жизни переводы, проповедь, лекции, школа санскрита, много учеников. И он всегда говорил о том, как важно принять полное прибежище у Господа. А в чем это заключается? Чтобы принимать все смиренно, как милость Господа. Вот все буквально. Он говорил, что Кришна очень любит нас и желает нам добра. А проблемы, которые к нам приходят, это его милость. Услышали, да? Это его милость. И однажды, буквально вскоре, у него украли деньги. Все. Хакеры взломали банковский счет. Из карточки все ушло. А у него семья. А семью надо кормить. И вот ученики говорили, что мы не наблюдали. Мы же видели, мы рядом были. Ни паники, ни суеты, ни злобы. Достойно держал себя. И вдруг через неделю приезжают зажиточные, грехастхи, в Вриндаван посетить. Проведывают Горпандану Прабу и делают хорошее пожертвование. Кроме того, тут же выходит из издательства книга, изданная его, которую долго ждал. И он получает, соответственно, гонорар. Вот так интересно. Такое вот в кавычках совпадение. Еще один момент. Однажды у BBT, у издательства, были финансовые трудности. И издательство не могло платить всем сотрудникам зарплату. И Горпандану Прабу в это время занялся необычным для себя делом. Он занялся составлением гороскопов. Он великолепно знал санскрит. То есть с любой шастрой он мог познакомиться полностью. Кроме того, он еще был неплохим программистом. Все, у астролога карты в руках. Можно начинать. Говорят, что его астрологические прогнозы пользовались большим успехом. Буквально очередь стояла к нему. Однако в раз, однажды, когда уже, можно было сказать, ситуация выровнялась, он бросил это дело. Просто раз и навсегда. И принял приближище у Шримад Бхагаватам. Я уже сказала, что у него все книги, которые он позже переводил, комментировал, они так или иначе связаны с Шримад Бхагаватам. И такой одной из книг была «Брихат Бхагаватамрита». Это замечательное произведение, которое написал Санатан Нагасвами в XVI веке. Это была первая книга, которая издана BBT после книг Шрилы Прабхупады. А также это любимая книга его святерство Неранжанысвами после книг Шрилы Прабхупады. Вот так он говорил. Это три тома, большая книга. Две такие сюжетные линии. В одной из них на Радамоне путешествуют с планеты на планету. Вернее, он сначала в земных пределах, потом выходит за пределы земных пределов и ищет героя, которому Кришна наибольше бы благоволил. Там с ним, его собеседниками были. Обычный земной Браман, потом Цариндра, Господь Брахма, Господь Шива, Хануман, Арджуна, Удава. И у всех он узнает, кто же наибольшей милостью Господа обласкан. Ну и потом оказывается, что это не они, а это Гопи Вриндавана. Но это все раскрывается очень интересно. А вторая сюжетная линия, это как маленький пастушок Гопа Кумар. Идет к Кришне. Идет он прямым рейсом, тоже через земные уровни, через Тополоку, Брамолоку, Шиволоку и так далее, и так далее, Вайконтху. И, наконец, попадает на Глоку Вриндавана. Это все описывается, это очень интересно описано, потому что оно в стиле Шрилы Прабхупады. Идет санскрит, а литерация, потом пословный перевод, потом перевод и комментарий. Классные книги, я вообще правду говорю. Читала, начинала читать. Начала, вот сейчас начала читать. И, значит, когда там сцена встречи Гопа Кумара с Кришной, это, знаете, такое вот, как бы кульминация всего действия, значит, он приходит на Глоку Вриндавана. Везде, вот на тех планетных уровнях, где он искал Бога, его всегда что-то не устраивает. Когда он пришел на планету Глоку Вриндавана, там оказалось, что это его место, его вечная обитель. И вот Кришна, он идет, значит, Гопа Кумар стоит на дороге вместе со всеми в Раджаваси и встречают Кришну. Кришна идет по дороге в пыли, в облаке пыли, с пастбища, с коровами идет. И вдруг он видит своего давно потерянного друга. И Кришна бросает всех и бежит ему навстречу. Он бежит ему навстречу. Они заключают друг друга в объятия, они плачут, потом падают во Вриндаванскую пыль, теряют сознание. Гопа Кумар первый приходит в себя и видит, что Кришна лежит без сознания. А в Севраджаваси говорят ему, что ты с ним сделал, ты лишил нас жизненной силы. В общем, такая очень драматичная, очень интересная сцена. Ну, потом Кришна приходит в себя. В общем, что говорить о пироге, не попробовав его, надо попробовать. Вот что я хочу сказать. Я имею в виду брехат-багаватамриту. Брехат-багаватамрита для перевода, для комментариев выбрана, Гоби Паранадана и Прабу, не случайно. В Чайтане Чиритамрите Аделила, глава 5, текст 203, в комментарии Прабупада пишет, вот смотрите, что он пишет, это дословно. Любой, кто хочет обрести знания о преданных, преданном служении и Кришне, должен читать брехат-багаватамриту санатом и Госвами. Вот дословно. Таким образом, перевод и комментарий Гоби Паранаданы Прабу, это было такое прямое выполнение наставления, указания своего духовного учителя. Кроме брехат-багаватамриты, Гоби Паранаданы Прабу также перевел книгу Кришна Лила Става, это Шиларупа Гасвами, это тоже комментарии на Багава, там 10-ю песню. Лагу Багаватамрита Рупа Гасвами, тоже по комментарии. И, наконец, Шацандарпхи, Джива Гасвами, говорят, совершенно сложный, неподъемный санскрит, для изучения которого надо было изучать дополнительные языки философские, там Канада, Джеймини, Патанджали и так далее. Но Гоби Паранаданы Прабу был для этого потенциал. Гоби Паранаданы Прабу всегда казалось, что он мало сделал для Шилы Прабупады, для своего учителя. Он бесконечно путешествовал, бесконечно был в служении, в переводах, в лекциях и растил смену будущих санскритологов, ученых, и тем не менее казалось, что делает мало. И ученикам своим говорит он, что мы, каждый из вас, должен сделать что-то существенное для миссии Шилы Прабупады. Иначе без милости Шилы Прабупады мы не попадем в духовный мир. В духовный мир нельзя ворваться штурмом. Туда можно попасть только про милости чистого преданного. И Гоби Паранаданы, ой, Шилы Прабупады является таким чистым преданным. Итак, мы приблизились, скажем так, к финалу, к финалу жизни. Я уже сказала, здоровье Гоби Паранаданы Прабупады было слабым. Это астма, которая постоянно, и, конечно же, приступы все время усиливались. Купировать спреем эту болезнь, конечно, можно, но это временный результат, и потом будут, ну, конечно же, она берет свое. Гоби Паранаданы Прабупады почти не спал из-за астмы, но тем не менее. Незадолго до смерти, в августе, он умер в сентябре, в июле-августе, он провел два месяца вместе с Андродюмной Свами на проповедническом туре в Польше. Там он давал лекции, давал философские беседы, одним словом, активно участвовал. Далее он приехал и посетил несколько российских городов, где он тоже давал лекции и проповедовал. Приехал на Говардан немножко передохнуть, передохнуть, перевести дух. И через какое-то время должен был он ехать в Китай на проповедь, буквально через два дня. И вот в этот момент, как раз, когда он был на Говардане, еще не уехал, вот его и настиг очередной приступ астмы. Это было утром. Он, как видно, прочитал свои круги джапы, поклонялся своему божеству, гейраджу, собрал цветы для поклонения, поклонялся. И в этот момент, настиг его приступ астмы, дома никого не было, кроме него. Он, видно, по всему было, что он тянулся за своим баллончиком со спреем, но, к сожалению, не смог дотянуться. И вот так наступила смерть. После того уже пришли люди, и потом уже, после этого всего, супруга Говарданы Прабу вспоминала, что накануне был знак, к их дверям приползла черная змея. Говардана видел это и просто закрыл перед ней дверь. Кремация состоялась на берегу Манаси Ганги. Кремационный костер поджег сын Говарданы Прабу, гор Мохан. Шел маленький, такой легкий дождичек, дул нужный ветер с восточной стороны. Одним словом, все признаки благоприятного ухода были налицо. Вайшнавы, конечно, провожавшие его в этот последний путь, испытывали сложное чувство. С одной стороны, это была, конечно же, грусть такого раннего, преждевременного ухода. Из-за ухода. И, конечно же, тех, кто понимает, тех, кто знает, они испытывали, конечно же, радостное удивление, что так все благоприятно сложилось. Вот так всегда бывает. Уход Вайшнавы всегда несвоевременен и всегда благоприятен. В Вихадбхагаватамрите описывается встреча преданного с Кришной. Вот это, что я говорила, такая трогательная встреча, кульминационное событие, произведение. И там Кришна говорит такие слова. «По твоей милости», это он говорит Гоприкумару, который явился к нему, «по твоей милости сердце мое привлеклось тобой. Я каждый день смотрел на дорогу, по которой ты можешь прийти». Итак, Кришна терпеливо ждет, когда его преданный вернется к нему. И духовное путешествие Гой Паранданы Прабу завершилось. Когда преданные уже были в его комнате, они увидели на его столе такую записочку, эта табличка была такая. Здесь говорилось, «Не слушайте из уст тех, кто не обладает надлежащим поведением. Если ваше поведение ниже нормы, вы не должны говорить о Господе публично». Закройтесь в своей комнате и проповедуйте самому себе. Истинный баджан начинается, когда мы становимся одинаковыми и снаружи, и изнутри. Я хочу сказать, что если эта табличка стояла на его рабочем столе, то это значит, что это не есть критерий оценки других. Это личное. Это личное, это внутренний ориентир Гопи Паранаданы Прабу. Очень глубокая мысль. Эта цитата принадлежит Бхакти Сиданти Сарасвати Такуру. И, наконец, еще ученики тоже. Такая важная деталь. Ученики Гопи Паранаданы Прабу говорили о нем, что во время их обучения в школе санскрита очень важную мысль, которую они вынесли, это фактически, они назвали, что это идеальный способ мышления. Они говорили, вы обучили нас, чтобы мы не рассуждали, является ли то, что Шила Прабупада говорит правильным или нет. Вот вы знаете, иногда мы можем, начитавшись, где-то найти какие-то противоречия, высказывания, комментарии, в Шила Прабупады, еще что-то. Так вот, Гопи Паранадана Прабу призывал своих ученых, учеников, санскритологов, не рассуждать, является ли то, что Шила Прабупада говорит правильным или нет, а лишь, чтобы вы пытались понять, почему, каким образом это является правильным. И они говорят, насколько же сильно вы сформировали наш способ мышления. И в заключение еще одна цитата, она принадлежит его святейшеству Кишила Барати Махараджу. Он сказал, это тоже ученики рассказывают, что он сказал нам, что прославлять вас, то есть Гопаранадану Прабу, как великого ученого, это почти оскорбление. Потому что, хотя вы были несомненно блестящим ученым, это ничто по сравнению с вашей великой преданностью. Ваша преданность Кришне завоевывала сердца людей, а отменная ученость была лишь глазурью на торте. У меня все. Может быть, какие-то вопросы? Есть несколько минут. Да, да. Со школой? Нет, вот я не слышал об этом. Я знаю, сейчас много школ санскрита. Конечно, тут было дело не в школе и не в здании, а в учителе. Сейчас много школ санскрита. Вот. Ну, таких, знаете, учеников ярких, мы до сих пор с ними общаемся, очень хорошие. Там есть снимок, да, видели все школьников? Школьников. Вот. Может, еще что-то. Вот, знаете, у меня буквально минута есть. Вот, как определить человека? Вот, знаете, святой он или не святой, да? Жил свято, умер свято. Но это с какой точки зрения посмотреть? А есть такие интересные группы Госвами в нектаре преданности. Признаки чистой преданности. Вот, чистый преданный. Что? Как он выглядит? Что он делает? Каковы его слова и действия? Итак, первое. Это говорится о том, что человек развил себе экстатическую любовь к Кришне. То есть это достаточно убедительно. Смотрите. Он не любит праздности. Это Рупа Госвами. Ну, нектар преданности Прабхупада, откомментировавший Рупа Госвами. Этот человек не любит праздности. Он хочет служить всегда, не отвлекаясь ни на что, сутки напролет. Дальше второе. Он всегда невозмутим и сдержан. Третье. Его не влекут к себе никакие соблазны и приманки материального мира. Он не жаждет материальной славы или уважения в награду за свою деятельность. Вот мы все примеряем к Гупи Пранадани Прабу. Подходит. Он никогда не сомневается в том, что Кришна дарует ему свою милость. Он очень привязан к воспеванию святых имен. Он всегда жаждет описывать трансцендентные качества Господа. И, наконец, Он счастлив жить в месте, где проходили Игры Господа. Ну вот все. Вот портрет. Совпадает? По-моему, совпадает. Все. Спасибо большое вам за внимание. Шриман Гуд Парандана Прабу Ки Джай Шила Прабу Падаки Джай Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...